Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Михаил и в этом видео я хотел бы показать вам свою любимую монету это первый советский серебряный рубль 1902 года монета чеканена из серебра 900 пробы ее масса составляет 20 грамм, диаметр 33,5 мм и чеканилась монета на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом в 12 998 000 экземпляров монета имеет просто изумительный дизайн давайте кстати о нем и поговорим ну касаемо аверс здесь мало чего интересного то есть мы здесь видим герб по обе стороны от которого аббревиатура СССР ниже номинал монеты 1 рубль и доля окружности монеты идет всем известная фраза пролетариата пролетарий всех стран соединяйтесь гурт монетки имеет надпись чистого серебра 18 грамм и обозначение уже устаревшие меры веса 4 золотника 20 на доле это обозначение использовалось на амперских рублях даже на монетах РСФСР и также мы видим инициалы минсмейстера Санкт-Петербургского монетного двора Петра Латышева также есть очень редкий вариант данной монеты с инициалами Артура Гартмана то есть здесь буковки АГ но это пробный вариант улучшенного качества чеканки и это больше информация для общего развития чем для того чтобы вы искали такую монету среди своих монет поскольку найти ее не представляется возможным ну и приступаем к реверсу монеты здесь мы видим некую агитацию то есть если мы внимательно присмотримся здесь у нас изображен крестьянин и рабочий указывающий рукой вдаль где виднеется фабрика, завод и восходящее солнце символизирующее восхождение страны советов то есть данное изображение призывает крестьян работающих на земле перебираться на фабрики, заводы буквально через несколько лет после чеканки данной монеты наступил период форсированной индустриализации от строения фабрик, заводов вот и вот очень интересная композиция под которой виднеется год чеканки монеты 1924 также предлагаю рассмотреть одну интересную разновидность которая как раз находится на реверсе монеты на версе тоже есть разновидность которая заключается в количестве остей но на стоимости она абсолютно никак не отображается поэтому не вижу смысла тратить на это время и так, на что мы должны обратить наше внимание мы должны обратить внимание на окна фабрики то есть здесь мы видим, что они имеют вот такой вот вытянутый вид однако есть вариант монеты с так называемыми квадратными окнами сейчас вы видите изображение и сравнение этих двух разновидностей так вот монета с квадратными окнами является достаточно редкой и стоимость ее в хорошем состоянии составляет порядка 300 долларов ну и конечно в зависимости от состояния она может варьироваться касаемо стоимости обычной монеты то рубль 1924 года в хорошем состоянии может стоить 600, 700, 800, 900 гривен поскольку понятие хорошее состояние это понятие очень растяжимое поэтому здесь все очень индивидуально монета в штемпельном блеске может стоить от 1000 гривен и выше и монеты в люксе в ярчайшем штемпельном блеске с минимальным количеством каких-либо механических повреждений могут стоить вплоть до 100 долларов многие сейчас начнут ссылаться на вот эти вот якобы царапины мол у тебя не идеальная монета но друзья это самый настоящий люкс а вот эти вот рисочки это шлифовка штемпеля они имеют выпуклый характер как они образовывались то есть при самой чистке штемпеля образовывались на нем царапины которые имели вдавленный вид а непосредственно уже на самой монете они имели выпуклый вид ровно так же как и определенные рельефные детали то есть на самом штемпеле они имеют вдавленный характер а непосредственно на самой монете выпуклый монета действительно находится в изумительной степени сохранности настоящий люкс ярчайший штемпельный блеск как на аверсе так и на реверсе Ну, на Аверсе здесь, в принципе, нет каких-либо нюансов. Ну, возможно, здесь есть какие-то мелкие царапинки, которые образовывались при эксплуатации монеты на монетном дворе, но так-то монета абсолютно без обращения. Очень красивый экземпляр, давно искал такой для своей коллекции. У меня уже был очень яркий, красивый рубль, я его неоднократно демонстрировал на канале, но на нем были неприятные забойны по канту, и мне пришлось его продать. И вот на замену я приобрел вот такой вот рубль. Здесь по канту абсолютно нет никаких нюансов, гурту монеты в идеале, ровно так же, как и практически все поле монеты. Друзья, надеюсь, данный видеосюжет будет для вас интересен и, конечно же, полезен. В таком случае ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом всем прощаюсь, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok